В эфире телеканала Хабар 24. Итоговый выпуск новостей. В студии Альфия Хайдарова. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. 37 погибших и около 70 пострадавших в Южной Корее выясняют причины крупного пожара в больнице. Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования. Некомпетентных специалистов в судах не должно быть. Служители ФИМИДы подвели итоги работы за год. Приоритеты те же цифровизации и борьба с коррупцией. И потепление обещают синоптики на выходные. В большинстве регионов морозы идут на спад. Корея Монджи-Ино в связи с жертвами в результате пожара в больнице города Мирян. Цитата. В эти трагические дни мы выражаем искреннюю поддержку корейскому народу. Разделяя боль потери с родными и близкими погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в результате этого трагического события. Напомню, пожар в южнокорейской больнице унес 37 жизней. Половина жертв это люди преклонного возраста. Многие из них не могли самостоятельно передвигаться. Поэтому шансов спастись у них практически не было. Подробнее о трагедии расскажет Максут Медельканов. По меньшей мере 37 человек погибли, еще 70 получили ранения в результате пожара в одном из медицинских учреждений южнокорейского города Мирян. Огонь потушен. Точная причина возгорания пока неизвестна. Очаг, по предварительным данным, находился в отделении неотложной помощи, расположенном на первом этаже здания. Сейчас на месте происшествия работают следователи. В связи с трагедией президент Южной Кореи Мун Джей-Ин созвал экстренное совещание. Президент распорядился выяснить точную причину пожара и выработать меры по предотвращению подобных случаев. Также были даны указания подготовить меры поддержки, чтобы оперативно справиться с последствиями ЧП. Больница, в которой произошел пожар, специализируется в области лечения и ухода за пожилыми людьми. Как сообщил глава пожарной службы города, возгорание началось около 7.30 утра по местному времени. На его ликвидацию потребовалось почти три часа. Я искренне прошу прощения за эту трагедию, которая произошла в больнице Сиджонг в нашем городе. Я хотел бы выразить свои глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших. Больница Сиджонг открылась в 2008 году и вместе с домом для перестарелых вмещала около 200 человек. Ее штат около 35 сотрудников. Максут Медилканов, Талгатбеков, Дукажаев, Хабар, 24. Врачи сразу двух больниц Каргандинской области подозреваются в ненадлежащем выполнении своих обязанностей. Специальная комиссия, которая выяснила причины смерти двух малышей, огласила результаты проверки. Напомню, 31 декабря в областной инфекционной больнице скончалась двугодовалая девочка. В начале января в центральной больнице Тимиртау умер полуторагодовалый мальчик. Специалисты установили, что в обоих случаях причиной смерти стала вирусная инфекция, которая на фоне ослабленного иммунитета дала осложнение. Между тем проверяющие пришли к выводу, что тяжесть состояния детей медики недооценили. Нарушения выявили в действиях как врачей, так и медсестер. Все материалы о проверке, переданной в ДВД и прокуратуру, идет расследование. От работы уже отстранили педиатра областной инфекционной больницы. Установлено, что дежурный врач, у него отсутствовала квалификация инфекциониста, однако она являлась педиатром и согласно положению действующего в больнице, в связи с недостаточным количеством кадров инфекционного профиля, обеспечивала дежурство, чтобы не предупредить бесперебойную работу стационара. Никаких реформ в судебной системе проводить не будут. Об этом председатель Верховного суда страны рассказал на Республиканском совещании судей. Вместо этого продолжит выполнять поручения президента. В приоритете задача, озвученной в плане нации. Марк Брешко продолжит. Создать виртуальные суды поручил председатель Верховного суда страны Жакиб Асанов. С их помощью люди, которые находятся дома или за рубежом, смогут участвовать в слушаниях. Цифровизация и развитие IT-технологий должны снизить бумажный документооборот. Все уже идет к этому. В прошлом году через электронный судебный кабинет подано свыше миллиона документов. Был введен ситуационный центр, круглосуточно следящий за работой судов. Главная проблема, мы сами судьи. Требуем все распечатывать. Работаем и на бумаге, и электронно. Честно скажу, привыкли к бумагам. Я сам тоже такое люблю на бумаге. Но сейчас, по моей просьбе, общий отдел поставил мне ряд задач. Они сейчас взялись за меня и обещали совсем скоро, даже если я буду настаивать, прекратить мне носить бумаги. Мне деваться некуда сейчас. Я больше всего боюсь сейчас от общего отдела. Так, если я научусь, уважаемые коллеги, я думаю, что это коснется каждого из нас. Мы перестанем носить бумаги в кабинеты. Исключение только дела. Это уже необратимо. Новые цели для судебной сферы озвучил Жаке Пасанов на Республиканском расширенном совещании судей. Для того, чтобы система работала хорошо, нужно упростить ее для простых людей. Продолжить борьбу с коррупцией, сделать судей более независимыми, прекратить практику ареста всего имущества подсудимых. И это только часть того, над чем придется работать. Жаке Пасанов отметил, что в судах не должны работать некомпетентные специалисты. Многие рвутся в столицу. Большая конкуренция. Вот за три с половиной года мы из других судов сюда набрали районные суды города Астаны. Вот, 39 судей. И вот смотрите, чем это закончилось. Семь раз освобождены за провалы. Пять судей не прошли аттестацию. Трое наказаны, там судебные на волоске сейчас висят. Четверо ушли с работы, потому что уже их собирались уволить. Двое подали уже заявление на сегодня. То есть 54% не справились с работой. Они прошли конкурс. Никаких реформ, по словам Асанова, проводить не будут. А продолжат выполнение поручений, которые президент дал на седьмом съезде судей. В приоритете задачи плана нации. На совещании также подвели и итоги прошлого года. Сохраняется тренд гуманизации наказаний. Как альтернатива лишению свободы назначаются исправительные, общественные работы и штрафы. Рассказали и о том, как будут создаваться и работать следственные суды. Им передадут полномочия, которыми обладали прокуроры. Межрайонные следственные суды создаются в городах Алмата и Астана и во всех областных центрах. То есть эти суды, следственные суды, самостоятельные суды, которые будут санкционировать все виды, давать санкцию на все виды, в том числе и негласных следственных действий. Это впервые в истории. То есть данное положение вступит в законные силы с 1 марта 2018 года. В 3,5 раза выросло количество уголовных дел, рассмотренных в сокращенном порядке. В гражданском судопроизводстве число примирительных соглашений увеличилось с 20 до 29 тысяч. В части инвестиционных споров также наблюдается рост. У нас рост заявлений в два раза. Больше обращается по анализу этих заявлений исковых. Доля исков самих инвесторов государственным органам составляет 75%. То есть к нам чаще обращаются сами инвесторы, чем государственные органы. При этом удовлетворяемость данных исков, она была 28%. Это не только именно инвесторов, это вообще удовлетворяемость исков. А в этом году 31% составил рост. По итогам прошлого года Казахстан в рейтинге качества судопроизводства занял пятое место среди 190 стран. Жакип Асанов напомнил, что люди считают суды гарантом справедливости, а те, кто отправляет правосудие, должны быть свободны от предрассудков, страхов, стереотипов. Ими должны двигать знания, убеждения, честность и порядочность. Марк Брюшко, Ануар Тауэкелов, Хабар-24, Астана. Угрозами 2018 года аналитики и лидеры мнения считают войны и климатические проблемы. В швейцарском Давосе завершился Всемирный экономический форум. Он собрал более 70 глав государств и правительств. К слову, президент США Дональд Трамп стал первым американским лидером, посетившим это мероприятие. Казахстан представляет заместитель премьер-министра Ербола Досаев, а глава Международного финансового центра Астана Кайрат Килимбетов в рамках форума провел панельную дискуссию. Я хотел бы призвать представителей бизнеса уделять больше внимания развивающимся рынкам, изучать новые возможности и помочь придать новый импульс действующим финансовым системам. В свою очередь МФЦА может предоставить инвесторам уникальные возможности для сотрудничества и стать проводником на всем евразийском пространстве. Мировая общественность продолжает обсуждать итоги визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в США и председательства нашей страны в Совете Безопасности ООН. В Нью-Йорке в это время прошло еще одно знаковое событие. Международный секретарь Аджи Глобал провел круглый стол с участием конгрессменов, мировых экспертов и политологов. Подробности у нашего собственного корреспондента в Соединенных Штатах Майера Абдрахмановой. Мировая диалоговая площадка «Джи Глобал» стала признанным и авторитетным международным центром, который объединяет более 30 тысяч экспертов из 140 стран. Предлагая этот уникальный проект, президент Нурсултан Назарбаев назвал основные принципы «Джи Глобал» «Эволюция», «Консенсус», «Глобальная толерантность», «Транспарентность» и «Конструктивная многополярность». С тех пор прошло 6 лет, а эта инфокоммуникативная площадка получила широкую поддержку в политических, экспертных и деловых кругах мировой общественности и продолжает активно работать. Казахстан стал важной страной в мире, которая стремится к согласию, экономическому сотрудничеству, безопасности и не терпит конфронтаций. Президент Назарбаев является мировым лидером. Его визит в США и председательство в Совете Безопасности ООН подняли еще больший авторитет Казахстана и укрепили его влияние на мировой арене по обеспечению безопасности и решению проблем в мире. Среди участников круглого стола американские политики, эксперты, руководители международных организаций, журналисты, представители Ассоциаций экологов Казахстана, других МПО. Вот именно поддержка со стороны лидеров общественных организаций, поддержка со стороны неправительственного сектора, экспертного сообщества имеет очень важное значение для эффективной реализации международного проекта G-Global. Почему? Потому что сегодня ни один важнейший вопрос, который обсуждается в плане глобальной повестки дня, не обходится без экспертного мнения этих институтов. Это сотрудничество мы ведем как на полях инфокоммуникативной платформы G-Global, на полях астанинского экономического форума, так и на тех многочисленных международных конференциях и круглых столах, которые мы проводим совместно с ними. Сегодняшнее мероприятие, прошедшее в миссии «Казахстан при ООН», является очень важным, потому что оно воплотило в себе идеи президента Назарбаева, идеи того, что мы подходим к глобальному кризису и должны искать выход из этого кризиса. Это кризис управления, это кризис недоверия стран друг к другу, и как результат этого кризиса возрастает количество конфликтов, войн, беженцев, перемещенных лиц в разных странах. Мы видим, что происходит в Йемене, мы видим, что происходит в Африке, беженцы, которые миллионами текут в Европу. И для того, чтобы из этого выходить, страны должны уважать суверенитет друг друга, уважать интересы друг друга и воплощать в жизнь вот те идеи, о которых говорит G-Global. Американский политолог отметил и роль астанинского экономического форума, который собирает на своей площадке более 5000 делегатов из 100 стран мира для поиска решений и глобального диалога по основным экономическим и социальным вызовам современности. Казахстан уже показал, что это и успешная переговорная площадка, Иран, Сирия. Это модель в области разоружения и контроля над оружием массового поражения. Это страна, которая показывает, как быстро и много она может сделать с хорошим руководством, с хорошими условиями для инвестиций, с сильной системой образования. И страна, которая и открыта, но при этом сохраняет свои казахские традиции, уходящие корнями века. Первые торги международного аукциона по закупу альтернативной энергии пройдут в мае этого года. Такие планы озвучил вице-министр энергетики Ганни Садибеков. Он уточнил, информация о торгах будет опубликована на официальных интернет-ресурсах. Условия отбора будут едиными для всех участников. В торгах смогут принимать участие все, независимо от гражданства. По словам Садибекова, наряду с отечественными фирмами, участвовать в них собираются компании Саудовской Аравии, Канады, США и Китая. Аукцион позволит снизить стоимость энергии из возобновляемых источников, а также привлечь в эту сферу передовые технологии. В прошлом году в стране построили пять объектов, в этом откроют еще десять. Их общая мощность превысит 120 мегаватт. Аукцион даст возможность выбирать проекты и инвесторов, сделать процесс открытым и прозрачным. Такая система окажет влияние на реализацию самых экономически эффективных проектов. В текущем году планируется провести международные аукционные торги на проекты источников возобновляемой энергии общей мощностью 1 гигаватт. Первые торги состоятся в мае. Концепцию «Умного города» обсудили участники форума, приуроченного к 20-летию Астаны. Они выяснили, как сделать столицу комфортной для жителей и привлекательной для инвесторов. Звучали очень интересные идеи, о них расскажет Ярнур Дожжанов. Авторитетные политики, бизнесмены и специалисты в области IT. Все эти люди объединили усилия для общей цели – обсудить перспективы развития столицы. Форум стал самой, что ни на есть, удобной площадкой. Как отметили участники, у столицы есть все возможности, чтобы в ближайшее время войти в число 50 интеллектуальных и современных городов мира. Сейчас очень плотно работаем над реализацией проекта геоинформационной системы. «Что это нам позволит? Мы планируем собрать все данные города и вывести на интерактивную карту. Эти данные будут анализироваться и лягут в основу принятия управленческих решений. Это основной инструмент управления умным городом. Будет пользоваться руководство города «РАЗ», а также все открытые данные, которые будут поступать в эту карту, мы будем делиться с нашими горожанами и бизнесом». Сегодня Астана – один из самых привлекательных городов мира. Здесь сосредоточены крупные финансовые организации и производственные предприятия. Количество привлеченных инвестиций за 2017-й составило почти 950 миллиардов тенге. По темпам роста промышленности столица на втором месте после Атараусской области. «За последние 20 лет валовый региональный продукт вырос 190 раз, достигнув 5 триллионов тенге. Промышленность выросла в 30 раз. Объем выпуска продукции малого и среднего бизнеса составил более 4 триллионов тенге. Астана становится уже экономически эффективным проектом, несмотря на тезис, что Астана берет и живет за счет бюджетных средств. Хочу сказать, что поступления в государственный бюджет выросли почти 80 раз. С 13 миллиардов в 1997 году до триллиона тенге в прошлом и нынешнем году». Комфортности городской среды и экологии в столице уделяется особое внимание. В приоритете – трансформация энергетического сектора и улучшение транспортной инфраструктуры. Не за горами переход на экологически чистый общественный транспорт. «Есть казахстанская компания, которая уже производит электроавтобусы. Сейчас проходит ряд тестирований при морозах, при разных погодных условиях. Я думаю, что при их производительности мы в следующие 2-3 года уже увидим электробасы на улицах нашего города». Это лишь малая часть масштабной работы по превращению Астаны в эталон умного города. Сейчас столичными предпринимателями разрабатывается ряд проектов по концепции «Смарт-сити». Самые передовые идеи впоследствии будут внедрены и в других городах страны. «Именно Астана, построенная великой политической волей главы нашего государства, стала гордостью и национальной идеей для всех казахстанцев. Именно Астана сегодня олицетворяет нам всего нового, всего инновационного и всего, что связано с высокими технологиями. И поэтому этот год все регионы нашей страны должны равняться на Астану». В ходе диалога между участниками форума звучало много предложений. В том числе по улучшению системы образования, здравоохранения и городской инфраструктуры. Некоторые из них Акимат уже взял на карандаш. Ернур Душанов, Ганья Алшимбаев, Хабар-24, Астана. В Ост-Каменогорске трамвай не выдержали сильных морозов. Из-за обрыва на линиях электропередачи рельсовый транспорт остановился в утренние часы пик. Сотни горожан сегодня опоздали на работу. В минус 40 электромонтеры практически вручную ликвидировали аварию. Подачу электроэнергии удалось восстановить спустя несколько часов. На морозе лопнули растяжки контактного провода. Ну и естественно сейчас подъемный механизм гидравлическим очень сложно в такой морозке работать. Перемерзает на таком морозе. Здесь и люди, да, то есть человеческий фактор. Но я так вам скажу, если бы это было летом, то восстановили бы все в течение 23 минут. Морозы пришли и в Жамбылскую область. Нынешняя зима для региона оказалась немного холоднее, чем обычно. Резкое похолодание повлияло и на поток автотранспорта, на крупнейшие автомагистрали Западной Европы, Западной Китай. В минус 25 машины выходят из строя, и водители вынуждены делать экстренные остановки. Особенно тяжело приходится тем, кто управляет транспортом на дизельном топливе. Так, один из КамАЗов, следовавший из Кыргызстана в Россию, остановился из-за того, что замерзло масло и отказали тормоза. На помощь пришли сотрудники полиции. Вдоль трассы сейчас работает сразу несколько пунктов обогрева, где готовы оказать любую помощь. Буквально вчера в один из них доставили 52 пассажира автобуса, сломавшегося на территории района Турара-Рыскулова. Ответственные органы постоянно мониторят ситуацию на дорогах и рекомендуют быть осторожнее всем, кто находится в пути. Водители не подготовлены, транспортные средства не подготовлены к зимнему периоду, резина. Также идет транспортное средство, видать, не осмотрено, но в результате этого где-то в пути случается поломка. Если когда эта поломка случается, значит наши инспекторы оказывают данным водителям практическую помощь. В Астане еще в ряде регионов на выходных синоптики прогнозируют потепление. Аномальные морозы идут на запад, но школьники столицы и учащиеся колледжи первых-вторых курсов завтра снова не учатся. Об отмене занятий сообщили в Управлении образования. В ближайшие три дня не будет осадков Алматы. Лишь 29 января столбики термометров покажут непривычные для мегаполиса 27-29 градусов ниже нуля. А дальше погода нормализуется. Впрочем, на оставшиеся дни января синоптики обещают стабильную погоду. В феврале будет тепло, ожидаются осадки. В Астане предстоящие три дня ожидается погода без осадков. Температура воздуха 27 января ночью составит 34-36. Днем 27-29 градусов мороза. 28 января температура воздуха составит ночью 26-28 градусов мороза. Днем 16-18. И 29 января температура воздуха ночью составит 23-25. Днем 16-18 градусов мороза. Строительный бомб продолжается в Восточном Казахстане. В прошлом году на востоке страны возвели 28 многоэтажек и больше 100 тысяч квадратных метров индивидуального жилья по программе Норлежир. Работа на масштабных стройках региона не останавливается даже в морозы. Жительница Усть-Каменогорска Сема Кожакапанова в арендную квартиру въехала недавно и уже через пару лет планирует ее выкупить. Новые микрорайоны привлекают горожан развитой инфраструктурой. Также программа позволила мне приобрести квартиру в экологическом чистом районе, где в шаговой доступности находится больница, где спокойно я могу ребенка отвезти. Также, если вы заметили, что у нас очень благоустроенный двор, детские площадки. В Западной Казахстанской области открыли новую школу на 300 мест. Ее построили в микрорайоне Аралтал города Аксай в Бурлинском районе на средства выделенной компанией «Карачаганак Петролиум Оперейтинг БиВи». Здесь будут учиться дети переселенцев из сел Березовка и Бастал, Бестал. Это уже вторая школа, открытая в регионе с начала года. В 2017-м в области сдали в эксплуатацию 24 объекта образования. Школа в микрорайоне Аралтал – последний объект, сданный в эксплуатацию по программе переселения сел Березовка и Бестал. Решение об этом было принято правительством в связи с расширением санитарно-защитной зоны Карачаганакского месторождения. Весь процесс контролировало руководство области и сами переселенцы. В рамках этого переселения были построены несколько объектов для жителей двух сел. Летом этого года мы сдали детский садик. После этого были построены 100 домов с превысадным участком в микрорайоне Карачаганак, города Аксай. Также недавно были открыты два дома, 153 квартир каждая. Двухэтажное здание школы состоит из семи блоков. Общая площадь – более 7,5 тысяч квадратных метров. Оснащены библиотека, тир, медицинский кабинет, спортивные и актовые залы, трудовая мастерская и столовые. Для изучения английского языка оборудованы четыре лингофона мультимедийных кабинетов. Предметные классы оборудованы функциональными лабораторными столами. Теперь дети, переехавшие в Аксай в рамках переселения, смогут получать качественное образование уже в новой, светлой оборудованной школе. Ранее существовавшая школа в селе Березовка была построена в 1966 году. Вместимость ее составляла 100-110 мест. Рабочие места получают здесь же учителя, которые трудились в Березовской школе. На этом программа переселения в сел Березовка и Бестал полностью завершена. Люди получили новое жилье и компенсации, постепенно трудоустраиваются. Рутугас Базарбаева, Канат Махмутов, Западная Казахстанская область, Хабар, 24. Государственные стипендии первого президента Республики Казахстан Ельбасе в области культуры за 2017 год от имени главы государства вручила сегодня в Алматы госсекретарь Гульшара Абдекаликова. Она отметила, что стипендиаты, каждый в своей отрасли, продвигая науку и культуру, решают в то же время и задачи, поставленные президентом в послании. Одним из его важнейших приоритетов является человеческий капитал как основа модернизации. В этом году казахстанцам предстоит отметить немало приятных и в то же время ответственных дат. 350-летие Абухар-Жара, 200-летие Курман-Газы, 125-летие Макжана Жумабаева и генерала Панфилова, а также вековой юбилей ветерана войны и писателя Касыма Кайсенова. Госсекретарь выразила уверенность, что награда поможет 75 стипендиатам достойно реализовать свои творческие задачи. Для нас главным является императив развития способности, постоянной адаптации к изменениям и усвоению новых знаний. Нам предстоит сплотиться в единую нацию, нацию, стоящую на пороге исторического восхождения в условиях четвертой промышленной революции. Хочу сказать, что мы сегодня наблюдаем расцвет нашей культуры. Большой опыт мы получаем во время гастролей, где мы знакомим зарубежную публику нашей богатой казахстанской культуры.